доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии понедельника как вы видите я снова в строю вместе с вами продолжаю разбирать ключевые фундаментальные события поскольку мы уже давно определились что ключевой фундамент тотальный фон формирует те тренды за которыми на финансовых рынках стоит охотиться очень извиняюсь и прошу прощения за то что отсутствовал последние две недели но как и обещал вы без информации не остались мои коллеги давали вам всю инфу которая была актуальна для наших основных торговых идей и для тех финансовых инструментов за которыми мы следить поэтому надеюсь то что ее было достаточно и никому никаких претензий нет и также очень рассчитываю на то что вы все-таки отдохнули от моей физиономии потому что сегодняшнего дня я друзья на каждой дневной основе слова повторюсь и с вами и буду держать вас в курсе относительно того что на рынках происходит поскольку сегодня у нас ну для меня скажем вводная торговая сессия в проведения брифинга давайте сегодня попробуем крупными мазками разобрать основные события на площадках и уже детали будут озвучены в ходе последующих брифингов что происходит на рынке нефти 63 63 33 это текущий курс который мы видим по бренду мы традиционно следим за ним если говорить про фундаментальный фонд то в целом на рынке сейчас очень много признаков сверстящих о том что не лучше продавать во первых это и последний хим отчет международного аналитического агентства в соответствии с которым был повышен прогноз по росту предложения на следующий год аж на 2 и 3 миллиона баррелей у нас параллельно есть еще и доклад опек который свидетельствует о том что уже в первом полугодии двадцатого года на рынке будет зафиксирован серьезный избыток предложения больше чем на 600 тысяч баррелей у нас есть отчеты от администрации аналитической информации это отчеты по запасам которые сейчас каждую неделю на протяжении последних трех недель констатирует о том что запасы растут в принципе стоит отметить что это логично поскольку сейчас завершён летний период повышенного спроса на топливо со стороны автолюбителей но в то же время даже если опустить эту логику все равно статистика по запасам со плюс это то что должно уступать фактором снижение цен на нефть однако несмотря на этот фон котировки нефти продолжают расти друзья здесь не нужно особо мутить все воду искать какие-то причины и стараться оправдать позитив который сейчас потерян для рынка нефти только лишь надеждами что сша и китай смогут прийти к общему консенсусу и наконец-таки преодолеть торговые разногласия то есть по прошествии двух недель в принципе основная тема не меняется этого друзья недостаточно и это не тот фон который сейчас провоцирует рост цен на нефть единственная причина по которой котировки сейчас держатся на довольно высоких уровнях это предстоящий айпио сауди арамка уже есть конкретные даты в частности 5 декабря уже совсем скоро саудовский гигант объявит фактическую цену размещения 11 декабря начнутся торги и если мы с вами вспомним что предпринималось саудовской аравии хотя это были лишь предположения для того чтобы поддержать высокие цены на нефть в преддверии а пио я думаю что ситуация может сейчас а повторится очень глупо будет выходить для саудовской аравии на публичное размещение акции при довольно низких ценах на нефть поэтому я думаю что бы ни произошло сколько бы сейчас причин не было в пользу того чтобы котировки снижались все равно мы можем рассчитывать на то что будет какой-то фон со стороны ближнего востока этот фон удержит котировки на высоких значениях поэтому моя друзья рекомендация сейчас держаться от длинных позиций и сделать это вплоть до окончания первой декады декабря ну на дальнейшем развитии событий буду держать вас в курсе евро против доллара 1 10 61 я особенно хочу отметить то что мы снова подобрались к поддержке 1 10 мы верны идее того что европейская валюта будет снижаться стоит выделить последний комментарий господина кире это одного из явных и самых авторитетных представителей европейского центрального банка он между прочим является правой рукой марио драги я считаю что сохранить за собой статус уже и при крестин лагард соответственно если мы добавим к этому сам факт того что кристин лагард разделяет еще политику драги если мы вспомним про комментарии кире о том что политика будет оставаться в мягкой а столько сколько потребуется можно сказать что курс при кристин лагард будет от тем же направленным на еще большее смягчение для того чтобы поддержать экономический рост и вытащить показатели инфляции к целевому значению учитывая те а данные которые мы получали в последние недели свидетельство о том что политика будет мягкой их много поэтому я рассчитываю на то что пара евро доллар закрепится ниже уровня 1 10 предлагаю сделку сел стоп с уровня 1 1040 кто-то может возразить что статистика вроде бы как стала улучшаться в частности на прошлой неделе мы видели данные по германии за третий квартал и его вырос на целых одну десятую процент друзья эти ерунда потому что при тех показателях промышленного производства которые мы видели ввп не мог вырасти я просто считаю что статистикам дали конкретную директиву целевую установку показать приукрашенные цифры поскольку очень сильно стали проседать показатели инвестиционного климата да и принципе бизнес промышленного оптимизма если еще вспомним что экономика еврозоны сейчас под угрозой торговой войны с сша то конечно же нужно сейчас делать все возможное чтобы хоть как-то сохранить хоть какое-то подобие инвестиционного климата поэтому вот и рисованная статистика но впоследствии конечно же мы все-таки вернемся к слабости и я надеюсь что это слабость не станет для вас неожиданностью то есть как и прогнозилось ранее евро должен оставаться под прежним давлением доллар иена 108 82 за последние две недели особо существенных изменений не произошло я хочу отметить выступление в нью-йорке дональда трампа который в очередной раз обрушился с критикой на федрезервы это выступление состоялось на прошлой неделе он отметил что сша конкурирует сейчас на самом высоком уровне с и прочими странами федрезервы тоже конкурирует но ту политику которую проводит американский регулятор эта политика только осложняет процесс этой конкуренции и сдерживает потенциал роста американской экономики между строк конечно же это снова призыв фрс проводить все тот курс который сейчас считает трампа нужным для экономики это а курса низких практически нулевых процентных ставок и я хочу отметить друзья то что он его на выступление состоялось до выступления джома пауэлла в конгрессе и когда он выступил стало понятно что позиция трампа была донесена довольно очевидно и точно в принципе джером пауэлл признал тот факт что политика дальше будет оставаться а стимулирующей и долго он ходил вокруг да около относительно того что дальше будет с процентными ставками но вопрос относительно напрямую о том как они изменятся в будущем все-таки заставили его признать тот факт что фрс не взял паузу ситуация может снова измениться и случае выхода плохих данных фрс готов будет снизить очередной раз процентную ставку поэтому по доллару и не рекомендую держать короткие позиции и специально для этого друзья на сел стоп с уровня 108 60 доллар канадец 1 3217 я думаю что здесь покупателям наверное не стоит приукрашивать с моей стороны то что происходит сейчас плане ценовой конъюнтуры потому что доллар канадец очень неплохо выросла восстановилась мы ждем выше уровня 133 шансы очень высокие на это выступление полоза на прошлой неделе подтвердила тот факт что банк канада реально подумают о снижении процентной ставки поэтому держим длинные позиции австралийс против доллара вот здесь вот мы снижаемся друзья цель 065 066 то есть в принципе можно еще заработать и довольно неплохо главное чтобы вы оказались в коротких позициях вовремя 26 ноября очень важный день поскольку в этот день филипп ло представит доклад о нетрадиционных мерах стимулирования я напоминаю что с некоторых пор мы отказались от идеи того что резервный банк австралии пойдет на дополнительное снижение процентной ставки и произошло это потому что более низкие процентные ставки будут стимулировать рост цен на недвижимость которые еще больше ухудшить ситуацию с экономическим ростом поэтому резервный банк австралии начал подумать о запуске собственной программы количественного смягчения я думаю что до конца ноября мы увидим еще больше развития нисходящего ралли самое главное друзья его нужно поймать фунт против доллара 1 29 22 все ждут промежуточные парламентские выборы 12 декабря пока что на рынке фунта присутствует позитив я его не разделяю друзья потому что я вижу статистику слабую статистику по рынку труда по темпам экономического роста по промышленному производству по роничным продажам это повышает шансы на смягчение экономической политики на снижение процентной ставки и конечно же я очень хочу посмотреть наверное как и вы как поведет себя партия консерваторов если 12 декабря получит большинство но вот это неоднозначно неоднозначность новостного фона не дает мне сейчас возможности конкретно дать какую-то торговую рекомендацию я очень давно держу короткие позиции в принципе пока пара не окажется выше уровня 1 30 наверное буду верить то что фонд все-таки ослабнет друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания